Драконы – величественные и удивительные создания, образ которых манит и завораживает людей по всему миру. Можно хоть целое видео посвятить важности драконов для современной культуры и для мирового эпоса в целом. Без этого образа культура современного мира была бы неполноценной, лишенной чего-то прекрасного. Но это вы всё и так знаете, так что мы не будем тратить драгоценные минуты этого видео на пустые разглагольствования. Давайте сразу перейдём к выяснению того, откуда взялся этот удивительный образ, насколько быстро он распространялся и какое место занимал в эпосе разных народов этого мира. Краткий дисклеймер. Прошлое голосование по теме для бестиария мира ведьмака прошло весьма удачно. В нём победили драконы, потому мы и рассказываем вам об этих удивительных монстрах в данном видео. Именно потому мы бы хотели сделать подобное голосование постоянной традицией. Переходите по ссылке под видео и голосуйте о том монстре вселенной ведьмака, о котором хотите услышать в следующий раз. О ком вам интереснее узнать? О соблазнительных дриадах или кошмарных гулях? Или может о ком-то другом? Обязательно заглядывайте на наш сайт и голосуйте. Монстр, который победит, станет темой следующего бестиария. Ну а мы продолжаем. Нельзя представить себе наш мир без образа дракона. Он украшает и дополняет мифы, легенды и сказания народов всего мира. Драконы несутся через тысячелетия, а люди лишь описывают их бесконечный путь. Образ драконов зародился ещё в Древнем мире, в легендах первых великих государств. Он распространялся с удивительной скоростью, и учёные до сих пор затрудняются однозначно ответить на вопрос. Как так получилось, что образ дракона появился и прижился почти по всему земному шару? Почти все мифологические монстры уникальны для отдельной культуры или региона, но только не драконы. Впервые сказания о драконоподобных существах встречаются в Древнем Египте. Особенно выделяется змей по имени Апоп, которого в наше время часто называют Апофисом. По легендам, каждую ночь он сражается с богом солнца Ра. Когда ночью Ра начинает плавание по надземному Нилу, Апоп, желая его убить, выпивает из реки всю воду. В сражении с Апопом, повторяющимся каждую ночь, Ра выходит победителем и заставляет его изрыгать воду обратно. Таким образом, Ра продолжает свой путь, и в итоге начинается новый день. Апоп – это вечный враг бога Ра. Он пытается поглотить солнце и навсегда лишить мир солнечного света. Этот змей огромен и крайне силён. Только божественная сила помогает Ра его одолеть. Апоп живёт в подземном царстве, олицетворяет собой злую силу, цель которой – воцарение ночи над землёй. Если прообраз огромного злого змея нам подарили египтяне, то впервые возможность такого змея превращаться в человекоподобное существо описали жители древней Месопотамии. В их сказаниях фигурировала богиня Тиамат. С собой она олицетворяла первобытный солёный океан, из которого возникло всё в мире. Её изображали как дракона или гидру с семью головами. При этом в вавилонском космогоническом мифе Энума Элиш Тиамат описывалась как женщина. Она – первородный бог, праматерь всего живого. Но её побеждает младший бог Мордук, который не устрашался ни силы, ни войска Тиамат. Интересно то, что её войско тоже состояло из драконов. Мордук победил Тиамат, а из частей её тела создал этот мир. Из одной половины тела неба, а из другой – землю. Из головы Тиамат он создал великую гору, а из её глаз вытекли две реки – Тигр и Ефрат. Грудь Тиамат стала цепью холмов, а хвост, который был у неё в облике дракона – преградой для пресных вод. Драконы античности и средневековья Хоть образ огромного змея и пришёл к нам с древнейших времён, своё название он получил уже в античности. Именно в языке древних греков появилось само слово «дракон». Оно произошло от глагола «видеть» или же от близкого по звучанию с ним слова «змея». Оно обозначало собирательный образ огромного множества ящероподобных и змееподобных чудовищ. В греческой мифологии драконов крайне много. Один из ярчайших примеров – Тифон, стоглавый гигантский дракон, рождённый богиней-змеёй Геей и божеством хаоса Тартаром. Тифон бросил вызов олимпийским богам, но был сражён богом Зевсом. Верховный владыка Олимпа водрузил на Тифона огромную гору. Позже землетрясения и извержения в районе той горы люди связывали с Тифоном, который пытается выбраться и расплавить породу своим пламенем. В греческой мифологии различные драконоподобные существа встречались так часто, что стали ассоциироваться с греческой культурой. Уже в эпоху Средневековья сказания о драконах набрали полную силу. Они распространялись по континенту с невероятной скоростью. Главной причиной такой популяризации образа дракона была Библия. В средние века христианство считалось единственно возможным образом жизни. Да, именно образом жизни, а не религией. Библия была истиной того мира, а образы из Библии передавались из уст в уста. Так именно в Библии появился один из наиболее узнаваемых монстров в истории – Левиафан. Огромный, многоголовый, крылатый, огнедышащий морской змей Левиафан стал одним из главных олицетворений образа дракона. Левиафан – это злая, неостановимая сила воплощения холодного злого рока морской пучины. Монстр мог убивать одним взглядом, а кожа его была непроницаемой для обычного оружия. Надежда тщетна. Не упадёшь ли ты от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. От его чихания показывается свет, глаза у него как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твёрдо, не дрогнут. Сердце его твёрдо, как камень, и жёстко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копьё, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, а медь за гнилое дерево. Нет на земле подобного ему. Он сотворён бесстрашным, на всё высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Книга Иова, глава 41. Левиафан был настоящим страхом во плоти. Он был столь могуч, что лишь сам бог змея, сотворивший, уничтожил его, о чём написано в книге пророка Исаии. Так как Левиафан был единственным в своём роде, одним из немногих, кому бог не сотворил пары, после него по Библии не осталось подобных чудовищ. Но кроме него в Библии упоминается ещё один злой ящер. Красный дракон Апокалипсиса, огромный змей с крыльями, семью головами и десятью рогами. Именно из библейских описаний появились общепринятые драконы, которые позже начали фигурировать в легендах по всей Европе. Так в англосаксонской героической поэме «Беовульф» главный герой вступает в битву с огромным драконом, который терроризирует деревни Гётов. Он сжигает дома и поедает скот из-за того, что люди посягнули на его клад драгоценностей. И да, это одно из первых упоминаний привязанности драконов к золоту и драгоценностям. Беовульф находит дракона и в битве с ним побеждает. Но в ходе сражения сам герой получает смертельную рану. Данное событие описывается как достойный конец для великого героя. Тело Беовульфа вместе с кладом дракона сжигают на одном погребальном костре. У германских и скандинавских народов драконов называют словом «вурм», то есть «змей». Вокруг образа этого злого ящера крутится очень много эпоса. Одним из самых запоминающихся персонажей является дракон Фафнир, образ которого хорошо распространился и у германцев, и в Скандинавии. По легенде, Фафнир – это сын колдуна Хрейдмара. У змея было два брата – Орд и Реген. А сам Фафнир был самым большим и сильным из них. Каждый из сыновей Хрейдмара умел принимать облик зверей. Этому их научил отец. Однажды средний брат Орд плавал в водопаде в образе Гидры. Он поймал лосося и выплыл на берег, чтобы его съесть. В это время по берегу шли асы – Локи, Один и Хенир. Локи заметил выдру и убил ее, бросив камень точно в висок зверю. Он не знал, что в образе выдры находился живой человек, да еще и сын колдуна. Тщеславный ас начал похваляться, что одним ударом он смог добыть и выдру и лосося, и что теперь у него есть хороший ужин. Асы содрали с выдры шкуру и пошли дальше. Когда на землю опустился вечер, они наткнулись на хижину Хрейдмара и попросили ночлега у чародея. Тот, в свою очередь, согласился. И вечером асы оказались в компании колдуна и его сыновей. Хрейдмар беспокоился, где это делся его сын. Ну а Локи достал выдру и лосося, и похвалился тем, как ловко он убил зверя, и какая у него хорошая шкура. Он предложил приготовить его мясо. В убитой выдре Хрейдмар и сыновья увидели пропавшего отра. Теперь он был мертв, да еще и без кожи. После этого они захватили асов в плен и связали их. Чтобы чародей с сыновьями отпустили их, асы предложили им в уплату столько золота, сколько назначит сам Хрейдмар. Чародей достал шкуру своего сына, которого убили в образе выдры, и сказал, что отпустит асов лишь тогда, когда те полностью набьют ее золотом, да еще и засыпят ее золотом сверху. У асов столько золота не было, поэтому они отправили Локи, чтобы тот добыл достаточно драгоценного металла, а сами остались в заложниках. Локи умудрился найти это золото у карлика Андвари в стране черных альвов. Разгневанный карлик отдал все, кроме золотого кольца, которое могло снова умножить его богатство. А когда Локи потребовал у Андвари и это кольцо, карлик вскричал. «Золото! Это то, что было у Густа! Братьям двоим гибелью будет! Смерть восьмерым принесет героям! Богатство мое никому не достанется!» Карлик проклял это кольцо, но Локи не обратил на его проклятие никакого внимания. Он принес золото чародею, набил им всю шкуру убитого сына и покрыл ее этим золотом сверху. Кольцо, которое он принес, очень понравилось Одину. Он захотел забрать его себе, но чародей Хрейдмар заметил, что шкура его сына Отра покрыта не полностью золотом. Из горы драгоценностей торчит его уз, его тоже нужно было покрыть золотом. Один вздохнул, и этим кольцом покрыл торчащий уз. После этого чародей асов отпустил, а Локи рассказал ему, что кольцо проклято. Впрочем, чародей внимания на предостережение не обратил. Сразу после того, как асы ушли, два оставшихся сына чародея Хрейдмара, Фафнир и Регин, потребовали у отца выкуп из этой кучи золота. Но Хрейдмар уже попал под действие проклятия кольца. Он отказался делиться своим богатством. Сыновья начали завидовать отцу. И ночью старший из братьев, и самый сильный из них, Фафнир, убил своего отца-чародея и забрал его драгоценности вместе с кожей брата и проклятым кольцом. Увидевший это Регин потребовал у Фафнира свою половину золота, но тот тоже делиться не хотел. Братья сошлись в схватке, и Фафнир Регина убил. Потом, очарованный кольцом, он забрал все золото, ушел на гнитохейт-поле, принял облик огромного дракона и улегся на этом золоте его лилея. Думаю, после этого рассказа вы немного по-другому взглянете на Хоббита и Властелина Колец Джона Толкиена. И поймете, откуда он брал вдохновение для своего дракона Смауга и Кольца Всевластия. Так, мы видим, что образ дракона Фафнира зародился в Скандинавии. Но особой популярности он набрался в германском эпосе. После всех событий с асами, дракона Фафнира, почивающего на золоте асов и остатках кожи собственного брата, нашел легендарный драконоборец Зигфрид. Он убил дракона и забрал его сокровища, хотя перед смертью Фафнира и предупредил Зигфрида, что это сокровище станет его проклятием. Таким образом, началась невероятная песнь о Нибелунгах. Мы рассказали о самых важных для мировой культуры образах драконов в мифологии европейских народов. Но настоящим преступлением было бы не упомянуть в этом рассказе драконов азиатской и восточной мифологии. Ибо если в западной мифологии, причисляем сюда и сказания славян, дракон был существом злобным, опасным, разрушительным и смертоносным, то на Востоке драконов считали существами божественными, олицетворяющими силы природы. Да, они отличались от своих западных сородичей как внешне, так и по сути. Называли их по-разному. В Китае – Лунь, в Японии – Рю, в Корее – Йон, во Вьетнаме – Лонг. Изображались они огромными чудными змеями. Их тело было вытянутым, крылья отсутствовали за редким исключением, на голове были оленьи рога, грива, усы, а кожу покрывала рыбья чешуя. Число лап у всех было одинаковым – четыре. Различалось в разных культурах лишь число пальцев на них. Драконы азиатской мифологии отнюдь не были безобидными. Наоборот, среди них встречались и довольно опасные существа. Однако в большинстве своем дракон считался созидательным началом. Угрозой он становился только в том случае, если люди не уважали дракона, не уважали саму природу. В таком случае, естественно, дракон выступал уже в роли палача, наказывая при этом людей. В лапах у восточного дракона зачастую был какой-то округлый предмет. Где-то сказано, что это жемчуг, дающий ему, дракону, власть над погодой. Где-то сказано, что это просто драконь и яйцо. Китайские драконы делились на огромное количество видов, различались по цветам и силам, отвечали за разное природное начало. Именно из сказаний народов Азии выросла идея того, что драконы могут иметь разные цвета и отличаться по характеру и способностям в зависимости от этих цветов. Так, к примеру, в китайских мифах фигурировали желтый дракон Хуан Лун, горный демон дракон Чи Лун, лазуритовый дракон Цин Лун, алый дракон Чжу Лун, черный и белый драконы Сюань Лун и Бай Лун. При этом цветовая схема драконов отвечала схеме пяти первоэлементов, а каждый из цветных драконов соотносился с каким-то животным. Перечислять их можно еще очень и очень долго, ибо привел я только самых известных китайских драконов. Их, правда, огромное множество. Мы не будем перечислять их всех, а лишь отметим, что в мифологии народов Азии драконы вспоминаются еще за столетия до нашей эры. Владыкой над этими созданиями всегда был Лун-Ва, царь драконов. Он назывался хозяином водной стихии и размерами достигал пятисот метров в длину. В любом случае, образ дракона стал неотъемлемой частью мировой культуры, он распространялся с невероятной скоростью и подпитывался все новыми и новыми легендами и сказаниями. До наших дней он дошел, вобрав в себя черты как западных, так и восточных драконов. Все смешалось. Так восточные драконы обзавелись крыльями, европейские – гривой и бородкой. У каких-то драконов по шесть лап, какие-то вообще ушли от огненного или природного начала, становясь драконами ледяными, ядовитыми, пустынными и так далее. Сейчас нельзя представить практически ни одного фэнтезийного мира без драконов. Эти создания пленили разумы и фантазии огромного множества талантливейших людей нашего мира. Некоторые люди до сих пор верят, что драконы на самом деле существуют. Вспомнить хотя бы чудовище озера Лох-Несс. Они прочно засели в кинематографе, литературе, художественном, музыкальном и всех других видах искусства. И, конечно же, без них не мог обойтись и видеогейминг. Опять же, перечислять видеоигры с драконами можно чуть ли не до бесконечности. Но мы тут с вами собрались ради одной единственной вселенной. Дракон стал популярнейшим монстром и у славянских народов. Он поселился в сказках наших предков, которые дошли до наших дней. И в своё время о драконах в цикле книг про ведьмака рассказал польский писатель Андрей Сапковский. Сегодня же расширенный видеоиграми мир Неверленда нельзя даже представить без драконов. Они разнообразны, сложны и прекрасны. И они – одни из древнейших и интереснейших существ вселенной Ведьмака. Запись в Бестиарии гласит следующее. Некогда драконы встречались повсеместно и безраздельно владели континентом. Драконий огонь был гибелью для городов, а драконий аппетит – угрозой для первых колонизаторов. Против этих монстров выходили сражаться чародеи. Для борьбы с ними создали ведьмаков. Сейчас драконы почти что вывелись. Ещё встречаются велохвосты да ослизги, но в сравнении с драконами они смотрятся так же, как чердачный кот на фоне тигра. Бестии эти были выбиты профессионалами, вроде знаменитых Рубайл из Кринфрида. Алхимические ингредиенты, получаемые из тела дракона, относятся к числу самых дорогих на рынке и пользуются неослабевающим спросом у чародеев. Печёный хвост дракона – это настоящий деликатес. Драконы – одни из первых обитателей Неверленда. В выпусках «Истории мира ведьмака» мы рассказывали о том, как первые колонизаторы боролись с драконами. Как для того, чтобы заселять новые территории, против драконов выходили первые чародеи во главе с Яном Бекером и Ворише, Джеофреем Монком и Джамбатистой. Драконов оттесняли всё дальше и дальше на юг и восток. Так что в населённой части континента их оставалось всё меньше и меньше. В конце концов, Касима Маласпина и Альзур из Морибора создали первых ведьмаков, и с того времени драконам вообще не нашлось места в переполненном людьми мире. Тем не менее, легенды и сказания о драконах ходят среди людей до сих пор. Да и время от времени, то и дело проскользнёт слушок о том, что где-то опять видывали крылатое чудовище. Учёные исследовали этих созданий с особым усердием, ибо их чешуя, кровь и кости обладали удивительными свойствами, которых нельзя было добиться никакими алхимическими изысканиями. Драконы – огромные покрытые чешуёй рептилии с четырьмя конечностями и широкими нетопыриными крыльями. Они имеют длинные стройные шеи и узкие треугольные головы, а также раздвоенные языки. Некоторые особи также имеют костяные наросты рога на голове или по хребту. Они самые крупные представители класса драконидов, куда из визуальной схожести и далёкого родства с драконами входят такие монстры, как Василиск, Виверна, Вигилозавр, Вилохвост, Морской Змей и Ослиск. Драконы живут крайне долго, их век может исчисляться тысячелетиями. Они обладают невероятной регенерацией и умеют поглощать магию из природы. Эти ящеры крайне разумны, могут разговаривать на различных языках, а некоторые из них даже могут приобретать человеческий облик. Они любят золото и драгоценности, склонны к тому, чтобы накапливать богатство в своих логовах. Больше всего драконы, однако, заботятся не о монетах и дорогих камнях, а о своём потомстве, которое у них бывает крайне редко. При этом о яйце заботится только самка дракона. Самец же этой ношей себя преимущественно не утруждает. После того, как молодой дракон вылупляется, самка ещё какое-то время находится с ним, после чего предпочитает оставить молодого дракона в одиночестве. И уже тогда ему приходится выживать самостоятельно. Драконов классифицируют по цвету. Существуют белые, зелёные, золотые, красные, чёрные и скальные драконы. Белые драконы обитают на далёком севере и наблюдали их разве что в Ковере и Повесе. Сообщается, что осталось их довольно мало, а в последние годы сказания об этих драконах приносят только путешествующие в драконних горах и замёрзлых северных пустошах авантюристы. Известно, что средний размер белого дракона 10 метров в длину, а в своём арсенале он обладает уникальным ледяным дыханием, которое замораживает всё на своём пути. Зелёные драконы – самый распространённый подвид, который пока ещё даже сохраняет какую-то численность. Их чешуя может иметь ярко-зелёный или сероватый оттенок. Зелёный дракон с серым оттенком издалее может напомнить белого дракона. Однако, чем ближе к нему находиться, тем более зеленоватым цветом отдают чешуйки его кожи. Зелёные драконы достигают не более 5 метров в длину, они плюются ядом и выделяют ядовитые испарения, из-за чего к ним очень опасно даже приближаться. Самыми известными представителями вида зелёных драконов являются Мирк Табраке и Сая Сентесис. Последнее – это гибрид золотого и зелёного драконов – дочь Мирк Табраке и Велетретенмерта. Также в игровой серии вспоминается зелёный дракон, которого в своё время убил ведьмак Георг. Дракон был силён, и хоть легендарный охотник за чудовищами смог его одолеть, перед своей гибелью ящер всё же нанёс Георгу смертельное ранение. Также в книжной саге упоминается легендарный дракон Оквист, когда-то живший на Кварцевой горе. Его в своё время убил Ярпен Зигрин с его командой краснолюдов. Ярпен сообщает Геральту из Ривии, что в своей пещере дракон хранил несметное сокровище, среди которых были сапфиры невиданных цветов и бриллианты размером с вишню. Что же касается золотых драконов, то их вид самый легендарный и окружённый мифами. Их чешуя переливает прекрасным цветом золота, а каждый золотой дракон может приобретать человеческий облик. Это изящные, покошачьи и грациозные ящеры, покрытые от длинного хвоста до треугольной головы блестящей золотой чешуёй с правильным рисунком. Их глаза с вертикальным зрачком и широкие нетопыриные крылья также золотые. По хребту от шеи до хвоста у них тянется ряд треугольных зубчастых выростов. Они не самые большие среди сородичей, но однозначно самые умные и быстрые. Их рефлексы работают идеально, а огненное дыхание оборачивается настоящим ужасом для недругов. Стоит отметить, что на всём континенте именно золотых драконов все считают выдумкой. Никто и никогда не видел золотого дракона, а того, кто утверждает обратное, вмиг поднимали на смех. Даже ведьмаки считали золотых драконов не более чем мифом. В книгах серии Ведьмак, однако, описывается именно золотой дракон. Геральт из Риви лично с ним знакомится, и его имя Виллен Третенмерт. В игровой же серии Ведьмак встречает Сая Сентесис, дракона, который обладает свойствами как золотого, так и зелёного вида. Ибо это дочь золотого и зелёного драконов, Мирк Табракке и Виллен Третенмерта. Красные драконы – одни из самых крупных и мощных среди собратьев. Они достигают 15-20 метров в длину, дышат зелёным пламенем, а их огонь настолько силён, что может растопить любой металл. От носа и до хвоста дракона, его шея и спина усеяны острыми конусовидными наростами рогами. Чешуя кирпичного или красного оттенка становится тем насыщенней цветом, чем дольше дракон живёт. Красные драконы – невероятная редкость, и один из последних, если не самый последний из них – Кельтулис. Самка красного дракона, живущая в горах Махакама. Интересно, что хоть красных драконов и считают невероятной редкостью, Рубайла и Скринфрида на страницах книжной саги хвастаются тем, что убили как минимум троих таких ящеров. Кельтулис же до поры до времени живёт в мире с краснолюдами Махакама. Краснолюдские кланы, воевавшие с ней долгое время, и долгое время считавшие, что Кельтулис – это самец, примерно лет триста назад пришли к выводу, что проще договориться с разумным ящером. Они будут поставлять ему золото и провизию, а он в обмен, не будет жечь их дома и не будет жрать их самих. Такой уговор, однако, был нарушен, когда краснолюдам надоело платить подать провизией дракону, и они подсунули ей отравленное мясо. Из-за них дракон потеряла своё потомство, разозлилась и начала уничтожать краснолюдов, которые нарушили уговор. Судьба Кельтулис зависит от королевы Мевы Лирийской, которая в ходе игры «Кровная вражда. Ведьмак. Истории» может либо пощадить дракона, либо её убить. Последние два вида драконов – чёрные и скальные. О каждом из них почти нет никакой информации. Чёрные драконы – самые большие среди сородичей, они живут на болотах и плюются кислотой, которая очень легко прожигает даже самые прочные доспехи. Скальные же драконы, хоть и напоминают своих чёрных собратьев по цвету чешуи, однако сильно уступают им в размерах и нередко не достигают и пяти метров в длину. О скальных драконах известно только то, что они либо полностью вымерли, либо находятся на грани вымирания. Свой ядовитый плевок они не могут использовать в сражениях, из-за чего борются с недругами обычными способами – хвостом, когтями и зубами. В рассказе «Крупица истины» есть информация, что дед проклятого Невилена когда-то убил скального дракона. Разными разумными существами драконы воспринимаются по-разному. Однако, по словам Вилен Треттенмерта, подавляющее большинство самих драконов имеет некое инстинктивное и рациональное отвращение к людям. Из-за этого в своё время первые людские колонисты столкнулись со столь большой агрессией со стороны драконов. Сами же люди относятся к драконам по-разному. Нордлинги боятся и ненавидят драконов, ибо не представляют, как им можно противостоять. И тем не менее, они отдают должное силе и грации драконов, нередко размещая их изображения на родовых гербах и флагах. В Зарикании же, к примеру, поклоняются драконам словно божествам. Люди приносят ящерам дары и живут под сенью их благословения. Охота на драконов чаще всего спровоцирована необычной необходимостью самосохранения. Люди убивают драконов из-за золота, которое те охраняют, хотят завладеть их сокровищами, либо использовать фрагменты их мёртвых тел для алхимических и магических экспериментов. Конечно же, самым значимым в литературной саге драконом является Борг Тригалки, или же Вилен Треттенмерт. В облике человека он находится в компании двух зериканских девиц, и встречается с ведьмаком Геральтом из Ривии. Вместе они прибывают в город и отправляются в таверну под задумчивым драконом. Там Борг расспрашивает ведьмака о его отношении к летающим созданиям, выясняя, что Геральт на них не охотится. Ведьмак находит общий язык со своими новыми спутниками. Следующую ночь Борг, Геральт и Зериканки проводят в одной бадье с горячей водой, а утром отправляются в Хенкфорс. Возле переправы через реку Браа, Геральт, Борг и Зериканки узнают, что на том берегу собрался удивительный обоз. Командует король Недомир, а вместе с ним в обозе едут известные охотники на чудовищ. Рыцарь Эйк из Денесля, команда краснолюдов Ярпина-Зигрина и Рубайлы из Кринфрида. Также в их команде присутствует и чародейка Йеннифер из Венгерберга. По слухам, король решил поохотиться на зеленого дракона, и именно поэтому собрал столь удивительную команду. Геральт, услышав о Йеннифер, во что бы то ни стало, пытается перебраться на другую сторону реки. В этом ему помогают Борг и чародей Доригарой из Волля. Сам же Борг Тригалки действует по своему собственному плану. Никто не знает, что на самом деле он дракон, потому Борг узнает все, что ему нужно в лагере короля Недомира. А уже после этого, на следующий день, он обрушивает на обоз авантюристов в пути лавину. Сам же вместе с зериканками пропадает. Все думают, что он погиб, выбираются из смертельной опасности, и остатками обоза двигаются дальше, к логову зеленого дракона. «Из всего обоза, король», – сказал Геленстерн, – «мы спасли лишь фургон, не считая рубайловых телег. От отряда осталось семеро лучников. По той стороне пропасти дороги уже нет, только щебень да гладкая стена, насколько позволяет видеть излом. Неизвестно, уцелел ли кто-нибудь из оставшихся, когда мост рухнул». Анжей Сапковский, Меч Предназначения Не успев прийти в себя, остатки обоза короля Недомира встречаются с ужасной новостью. Впереди в ущелье дракон. Да не зеленый, а золотой. Настоящий золотой дракон из древних легенд. Из-за этой новости в обозе короля начинается настоящий бунт. Недомира уже никто не слушает. И Рубайлы из Кринфрида, и группа Ярпина-Зигрина, и Йеннифер из Венгерберга прибыли сюда в своих целях. Быстрее всего, однако, подсуетились именно Рубайлы. Они схватили и связали Геральта, Йеннифер, Доригарая и Лютика. Вокруг обоза же собрались селяне из Галополья, окрестного села, которое страдало от нападения драконов. Впрочем, Вилентретенмерт устал ждать тех, кто пришел на него поохотиться, и сам обратился к охотникам. Сидевший на холмике золотой дракон зевнул, задрал голову, махнул крыльями и хлестнул по земле хвостом. «Король Недомир и вы, рыцари!» – зарычал он так, словно это была латунная труба. «Я дракон Вилентретенмерт. Похоже, не всех остановила лавина, которую, не сочтите это похвальбой, я опустил вам на головы. Вы смогли добраться аж сюда. Вам известно, что отсюда есть три выхода. Дорогами на восток, к Галополью и на запад к Каингорну. Можете воспользоваться. Но по Северному каньону не пойдете, ибо я Вилентретенмерт запрещаю. Если же кто-либо не желает послушаться моего приказа, того я вызываю на бой. На честный рыцарский поединок. На конвенционном оружии, без колдовства, без полыхания огнем. Бой до полной капитуляции одной из сторон. Жду ответа через вашего Гарольда, как того требует обычай». Анжей Сапковский, Меч Предназначения Первым выступил гордый рыцарь Эйкис Денесли. Он мнил себя убийцей драконов, но за несколько мгновений Вилентретенмерт, играющийся с ним, справился и жестоко его покалечил. Дальше дракон быстро разметал Рубайл из Кринфрида и до смерти напугал краснолюдов. И только селяне из Галополья смогли уловить момент и окутать дракона сетями, так что тот был вынужден призвать на помощь зериканок. За время всей этой возни и забоза короля Недомира остались лишь связанные Геральт из Ривии, Йеннифер из Венгерберга, Лютик и Доригары из Воле. Геральт смог помочь Йеннифер освободиться, и Чародейка быстро разметала селян своими заклятиями, тем самым помогая Вилентретенмерту освободиться. После того, как недоброжелатели поубегали, куда глаза глядят, дракон вновь обрел человеческий облик, и все увидели, что это был Борх Тригалки. Вместе Ведьмак и Чародейка поговорили с Борхом, который рассказал, что дракон Мирк Табраке призвала его для защиты ее детеныша от людей, а сама улетела. Он упоминает, что порой драконам самим нужен эдакий Ведьмак, когда они не могут справиться с угрозами самостоятельно. Да, прервал дракон, что делать в такие времена? Существа, которых вы привыкли называть чудовищами, с некоторых пор чувствуют все большую угрозу со стороны людей. Они уже не могут управиться сами. Им нужен защитник, эдакий Ведьмак. Анжей Сапковский, Меч Предназначения Детеныш был жив, угрозы устранены, и больше никто не станет охотиться на драконов в этих краях. Виллен Третенмерт поблагодарил Геральта и Йеннифер, в его руках было будущее этого рода. Маленький дракончик-девочка, которого он назовет Сая Сентесис. Она вырастет и тоже сможет превращаться в человека. И Геральту из Ривии вновь придется с ней встретиться. Ну что ж, на сегодня это все. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на чертов колокольчик, чтобы не пропустить ни один наш ролик по вселенной Ведьмака на канале. Пишите о том, в чем автор мог ошибиться, что вам непонятно, или о том, какие драконы ваши любимые. Кроме того, голосуйте за следующую тему для Бестиария на нашем сайте. Если вам нравится то, чем мы занимаемся, поддерживайте наше творчество на сайте Patreon, или при помощи прямой спонсорской подписки здесь на YouTube. За выход этого ролика мы благодарим наших патронов Визор, Ситизен Ракун, Дровосек, Анхеоцен, Торкимус и Крэк Нью. Без вашей поддержки видео по вселенной Ведьмака на нашем канале не выходило бы, или бы выходило намного реже. В любом случае, спасибо всем за просмотр и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok